Добрый день, дорогие друзья, еще раз. У нас в гостях Дмитрий Зисл Слепович, который сейчас готовится представить в театре Фольксбины премьеру своей собственной музыки к новой постановке, называется Два брата. Эта постановка будет частью двухактного спектакля, в котором будет также участвовать гость из Франции, очень известный актер, играющий на идише. Он считается таким одним из представителей тоже смелого, авангардного европейского, еврейского театра, если вы думаете, что там этого ничего нет, вы ошибаетесь, и там это все есть. Он возглавляет театр в Страсбурге, и это будет еще один спектакль тоже по Перецу, правильно объясняю? Совершенно верно. Эта серия спектакля объединена названием, значит, Celebration of Yudlamet Perets, то есть, таким образом, это посвящение Перецу. Посвящение памяти этого великого еврейского писателя, и спектакли начинаются 11 ноября в Барух Пифо Мегард Сентер, Лексингтон и 25-й. Если хотите пойти, то, пожалуйста, не забудьте, друзья, что если вы не знаете идиша, и даже если вы не очень хорошо знаете английский, вам ничего не грозит, потому что спектакли театров Альксбина всегда сопровождаются титрами на русском языке. Кстати, вы имеете какое-то отношение к переводу? Вас спрашивают, с вами консультируются? Я бы сказал самое непосредственное, я их делаю, переводы последнее время. Тогда, Дима, я вам должна выразить некоторое недовольство, потому что на спектакле, который я видела, где выступал Файвуш, Финкель, там были вещи, которые не совсем точно передают. Я понимаю, что это всегда очень трудно, но русский язык немножко был такой неуклюжий. Это трудная очень работа. Я принимаю критику, бывали лучшие переводы, но бывает, что мне присылают перевод за 2-3 дня, когда у меня параллельно идут репетиции. Я вычитываю по несколько раз, но, к сожалению, когда есть больше времени, естественно... Конечно, потому что надо над этим работать. Тем не менее, понять все, что происходит, можно. А если вы хоть чуть-чуть понимаете идыш, то вам уже будет смешно, если надо будет посмеяться. А если не надо будет смеяться, тогда с переводом немножко легче. Да, я могу сказать, что к спектаклям Переца у меня было существенно больше времени. Во-первых, во-вторых, гораздо меньше текста, и поэтому я могу больше ручаться за сам перевод. Вот так, друзья. Теперь я хочу вернуться на минутку. Во-первых, сказать, что мы можем принимать ваши звонки. 2-0-1-4-60-1-13-84. А во-вторых, я хочу, чтобы мы посмотрели видео. Дело в том, что Дмитрий Слепович, кроме того, что он сольно играет, как вы только что слышали в первой части нашей программы, кроме того, что он пишет музыку, кроме того, что он музыковед, о чем мы, если успеем, еще поговорим, он работает как часть различных музыкальных ансамблей. Клэзмерских, как мы говорим. И вот это выступление в одной из таких групп. С кем вы играете? Здесь, в Нью-Йорке, у меня есть несколько проектов, помимо театра. Один из них родился в театральной и оркестровой яме первого спектакля, где участвовал. Гимпл Тан, поэтому мы назывались Тэмэватэ Капелья, придурковатый ансамбль. Недавний проект, когда театр мне попросил или дал возможность выступить на сцене Баруха Performing at Santa, когда шел спектакль Гершеля, они назвали Дмитрий Слепович and Friends. И я пригласил людей, которые, как мне кажется, одни из лучших. Как мне кажется, они так и есть одни из лучших еврейских музыкантов современности. Это Майкл Альперт, который, по сути, был моим учителем еще до нашей с ним встречи по записям. Великолепный музыкант, этномузыколог, танцор, певец и так далее. Можно перечислять то, кем он является, но он действительно очень важная и значимая фигура. И он согласился со мной выступить, с тех пор мы с ним стали чаще выступать. Он играет на скрипке, на аккордеоне, на гитаре и так далее. В этой записи? Да, в этой записи. Это мой приятель, цимбалист Пит Рушевский, который возглавляет Центр традиционной музыки и танца. Уважаемую организацию, которая продюсирует, так сказать, world music в Нью-Йорке, но и занимается этномузыкологическими исследованиями мировой музыки. Не только еврейской? Не только еврейской. И это басист из Эвата Капелья и чуть несколько более известного ансамбля Голым. Здесь в Нью-Йорке Тейлор Бреган Крисмен, с которым я действительно имею удовольствие играть. Замечательный контрабасист. Давайте посмотрим, послушаем и насладимся, а потом зададим вопросы Дмитрию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, вот вы смогли послушать и посмотреть, как выступает наш сегодняшний гость. Вы можете позвонить и задать свои вопросы. А мой вопрос такой, насколько много таких вот групп, какова жизнь еврейских инструменталистов, например, в Нью-Йорке? Достаточно много ли этих групп и есть ли на них спрос, скажем так? Ну, приехав в Нью-Йорк, я довольно быстро увидел, что это город, в котором хороших музыкантов по нескольку на квадратный метр, хороших голодных музыкантов. И в этом плане жизнь еврейских инструменталистов мало чем отличается от жизни прочих инструменталистов, джазистов и так далее. Да, и более того, в общем-то, все мы, я могу сказать так, не ограничиваемся одним только жанром, и играем и классическую музыку, и джаз, и в общем, в самых разнообразных сочетаниях, в жанрах выступаем. Да, значит, это интересное наблюдение, что я приехал из страны и города, который совершенно недокормлен еврейской культурой. Вместо, которое перекормлено, нет? Вместо, которое перекормлено, вот, гею. И даже если брать Соединенные Штаты в целом, то Нью-Йорк, наверное, такая вот концентрация, максимальная квинтэссенция просто вот еврейского искусства в целом. Вот, и поэтому ансамбли такие есть, ансамбли очень высокого уровня есть, и из тех, кто уже зарекомендовал, себе стал звездами, включая обладателей Грэмми, The Clasmatics. Да. С, опять же, с участниками, которых отдельно в разных сочетаниях мне доводится выступать там и сам, с Фрэнком Лондоном, я довольно часто, по несколько раз в год мы играем. Вот, и, значит, да, это, ну, как бы есть, есть, как бы места, где можно выступать, есть люди, которые хотят это слушать. Но, довольно, откровенно говоря, довольно сложно вот только этим одним выживать. Понятно. То есть, каждый находит какие-то другие вещи, кто-то преподает. Ну, понятно, да, конечно. Кто-то играет где-то еще, то есть, ну, хорошо, что это есть, хорошо, что люди от еврейской музыки не отказываются, несмотря вот на некоторую перекорбленность. Опять же, как во всем остальном действует закон 5%. То есть? То есть, вот из всей массы всего, что вот есть в мире, на рынке, там, какой-то ниши, вот 5% говорят, это вот что-то такое достойное. Из этого достойного 5% самое лучшее. Из этих 5% это гениальное, исключительно. Я думаю, что это справедливо даже для такого насыщенного музыко-искусством, не только относительно еврейского искусства города, как Нью-Йорк. Что касается гастролей, вам приходилось разъезжать по стране? По стране мне... По этой стране. По этой стране, да, как говорят. Эта страна обычно подразумевает в виду какую-то, имеет в виду какую-то из стран бывшего союза. Значит, по этой стране мне доводилось разъезжать с труппой театра Фолксбина, прежде всего. Вот, значит, мы доехали даже до штата Огайо, в нескольких местах, Дейтон, Кливленд. Плеймс, в больших равнинах, в великих равнинах. Да, значит, так мои какие-то сольные, прочие гастроли, они простираются в основном в Европе и иногда в Израиле. Вот, то есть Нидерланды, Германия, Польша, Литва. Вот, поэтому, да, да, то есть разъезжать по этой стране приходится. Сколько я езжу, я наслаждаюсь красотами. Прежде до моего переезда сюда довелось быть в Нью-Мексико, это совершенно другой мир, совершенно другой климат, очень красивое место. Ну, я для себя открываю Америку, я рад очень этому. Да, друзья, вы должны пытаться повторить, набирать телефоны, потому что у нас иногда бывает, когда много людей звонят, одновременно все линии кажутся занятыми, а мы никого не слышим. Поэтому время от времени повторяйте и набирайте наш телефон 201-461-1384, и мы примем ваши звонки и ответим на ваши вопросы. Мой следующий вопрос касается вашего музыковедческого прошлого и настоящего. Опять же, давайте сравним то, что было там и то, что здесь. Здесь еврейские исследования как бы официально никогда не прекращались. Более того, после войны огромное количество евреев оказалось здесь, документы какие-то были спасены и здесь оказались. И таким образом идут как бы вещи, которые мы можем сказать, что здесь исследовали еврейскую культуру. Но вот в России этого не было, и я хочу, чтобы вы это сравнили. Но, вот видите, у нас народ тут же проявился и захотел немедленно задать свои вопросы вам. Валентина из Вашингтона, говорите, Валентина, быстро только, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за такого гостя, потому что мы соскучились по еврейской музыке. И очень бы хотелось, чтобы Дима, если это возможно, приехал к нам в Вашингтон, но с объявлением, чтобы мы знали где, когда, потому что нас завалили спектакли ультрасовременные типа Три сестры Чехова, ужасные, которые просто жалко, что они прикасались к Чехову так бестактно. И еще, Майечка, мы были, мы хотели вас видеть, но, к сожалению, у вас почему-то не было мобильника. А вот мне очень жалко, что вы не смотрели... Вот это и было причиной нашей невстречи. Спасибо. Я не поняла, о чем вы говорите, но я объяснила все в начале нашей программы. Если вы смотрели с самого начала, то вы знаете, в чем дело. Я знаю, что люди пришли, но меня просто вот не смогли. Я знаю, что меня встречали, но встречали не там. Не будем на это тратить сейчас время. Что касается Димы, пожалуйста, вы можете с ней связаться. Я могу ответить, я в Вашингтон, я с огромным удовольствием приеду и сыграю, спою и так далее. Только пригласите. Только пригласите, организуйте. Я не думаю, что это будет какая-то проблема. Четыре часа от Нью-Йорка езды, значит. Да, не думайте, что это четыре. Это хороших пять. Трафик вокруг Вашингтона, будь здоров какой. Так, следующий звонок у нас от Суламифи из Бостона. Суламифи, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, очень приятная и замечательная передача. Спасибо, Майя, большое. У меня вопрос к гостю Вашему. Знаком ли он с творчеством еврейского театра Михайлоса? Там есть замечательная песня, которая обращена евреям, которые плохо знают русский. Я могу назвать только один куплет. А Гитморген Фейгер Сосим, гиттеразой особенный. Ваштейтеразой особенный. Да. А Гитер Юр, файвил йосиш, зме разой удобный. Мы говорим на разных диалектах. Да. Украинские евреи говорят ша, украинские и литовские говорят са. Так что все поймут. Да, конечно. Что значит, как знаком ли я с творчеством театра Михайлоса? Это история, которой мне не посчастливилось лично прикоснуться. Слишком большая историческая разница. Поэтому по документам, разумеется, по оставшимся кинохронике, по оставшейся. Да, вот. И есть, я более того скажу, есть надежда и планы некоторые творческие поставить что-то из репертуара Гассета здесь силами Фолксбины. И, кстати говоря, если говорить о тех еврейских театрах, которые были на территории бывшего Советского Союза и Польши, то «Приключения Гершеля Астрополлера» – это, собственно, пьеса львовского еврейского театра, идишского театра 30-х годов, которая была поставлена в эвакуации во Фрунзе в начале 45-го года. И поэтому эта связь есть, это понимание, осознание, эта преемственность, она есть. Вот, и, разумеется, хотя, конечно, хочется, чтобы знали больше, чтобы это дело, которое поставил на такой колоссальный уровень Соломон Михоэлс, чтобы оно здесь обретало большую озвученность, что ли, доходило до людей. Но тут я должна сказать, что мы почему-то думаем, и понятно, потому что мы были в какой-то изоляции, мы думаем, что вот это было только у нас, что, ах, боже мой, Михоэлс, он, конечно, изумительно играл. Но вот, что вот он ставил Шекспир? На самом деле, ведь еврейский театр… – Сто лет назад ставил Шекспира. – Ставил Шекспира, это была важнейшая часть репертуара. – Еще до премьеры на Бродвее шла премьера на Вторую Авеню. – Абсолютно, абсолютно, потому что эти евреи, которые приезжали сюда из Европы, они знали эту литературу, они переводили это на идыш, они ставили это, и отсюда таким образом выросли многие замечательные актеры, которые потом появились на Бродвее. Следующий звонок от Игоря из Нью-Джерси. Игорь, говорите, пожалуйста. Игорь? – Да. – Да. – Мы вас слушаем, говорите только погромче. – Да, это Игорь из Нью-Джерси. Спасибо, очень все приятно нам, евреям. Слышно? Меня слышно? – Вас слышно только, пожалуйста, друзья. И всем еще раз напоминаю, как только вы выходите в эфир, выключите звук ваших телевизоров и ничего больше не спрашивайте, задавайте вопрос. – Короче говоря, очень приятно все, вопрос простой. 11 ноября будет спектакль «Божих центров». Так, где можно купить билеты и какой адрес этого центра? – Напоминаю, адрес центра 25-я улица и Лексингтон-авеню. Вы приезжаете 55 Лексингтон-авеню. 55 Лексингтон-авеню, угол 25-й и Лексингтон. Там большое здание, на нем написано «Borough Performing Arts Center». Там не надо даже искать номер 55, я думаю, что вы запутаетесь. Поэтому я говорю сразу «Лексингтон», пересечение с 25-й. Купить билеты можно перед началом, можете заранее поехать туда, в этот центр. И скажите, что мне нужно вот на такое-то число в Театр Фольксбине. У Театра Фольксбине есть, между прочим, сайт www.folksbine.org. Можете идти на интернет, можете попытаться таким образом купить. Есть ли у нас еще звонки, я не знаю, но сейчас я думаю, что самое время, чтобы вы ответили на мой очень важный вопрос по поводу уровня изучения еврейской культуры, в частности, вот ваша тема, еврейская песня, там, здесь. Вы знаете, я должен сказать, что я последние, наверное, около 10 лет, чуть меньше, наверное, все-таки, активно сотрудничал, выступал на конференциях и так далее в мероприятиях московского центра «Сефер». Это центр преподавания еврейской цивилизации в вузах, с которыми аффилированы еврейские отделения московских университетов, которые сам являются очень важным в мире центром. И, разумеется, там были контакты и с американскими, и с израильскими коллегами, и от центра «Сефер» я ездил на стажировку в еврейский университет в Израиле. И поэтому понимание того, что происходит в мире иудаики в целом, то, что здесь называется Jewish Studies, или на иврите «Мадея Гадут», оно, конечно, было, оно всегда-всегда было. И занимаясь еврейской музыкой, хотя еврейская музыка, как дисциплина научная, является довольно узкой областью, поскольку она требует знаний и в область, она междисциплинарная область по определению, поскольку требует знаний в области музыкознания, музыковедения, этномузыкологии, фольклористики и, собственно, еврейства, еврейских текстов, еврейских традиций и так далее. То есть контекст этот у меня был всё время, и я был все эти годы в контакте с моими коллегами и в Соединённых Штатах, и в Канаде, и в Израиле, и в Европе. Но меня позабавил вот какой факт, когда я сюда приехал и стал общаться с коллегами и в ИВО, и в центре еврейской истории, в Колумбийском университете, было такое понимание, ну вот смотрите, иудаика в России, это же вот так здорово, не то что у нас. А у вас было такое ощущение? Нет, ну это, значит, здесь, конечно, традиции с академической иудаикой уходят, но мне это было забавно слышать, потому что, конечно, иудаика на очень высоком уровне и здесь, и в России последние лет 15, вот, и на паритетном уровне, я бы сказал. Единственное, что в России и в других странах СНГ была создана замечательная совершенно система такого предвузовского образования для старшеклассников и впоследствии для молодых учёных вплоть до 35 лет, то есть школы, так называемые, семинары, недельные, двухнедельные по иудаике, где участники слушают какие-то мини-курсы по 4-5 занятий, лекций и практические семинары, и школьники, старшеклассники таким образом приобретают некоторое знание, контекст, эрудицию и мотивацию для поступления на иудаику в колледже, а уже молодые учёные, аспиранты получают более широкий контекст, опять же, и возможность стажировок. Вот, и вот этой инфраструктуры здесь не хватает. Когда я приехал, это то, что я хотел, чтобы здесь было. И когда я в прошлом году получил приглашение преподавать на такой школе в Брондайском университете, называется BIMA, BIMA и Genesis, Genesis существует несколько раньше, BIMA только лет 8 существует, я был приятно удивлён. Это, конечно, не совсем то, но, опять же, туда приехала группа преподавателей школ по иудаике, директоров из СНГ. Они приехали учиться? Нет, они приехали, как сказать, посещающая группа, гости. Понятно. И директор high school programs Брондайского университета, Брайдли Сомсон, меня подвёл к ним, говорит, вот этот человек говорит на вашем языке, они меня узнали, поскольку мы сотрудничали там, в СНГ, говорит, ну, вот как, если это сравнить с школами по иудаике у нас? Ага. Вот. И ощущения несколько разные, потому что здесь всё-таки отталкиваются от традиционного Jewish camp, хотят сделать его не Jewish camp, то есть сделать его лучшим. В смысле, не Jewish, а хотят его сделать лучше, чем вот такой лагерь. Понятно. Но модель, от которой отталкивается, это еврейский лагерь. Вот давайте его принесём на территорию кампуса университетского, давайте приглашим лучших преподавателей, лучших из лучших, давайте детям дадим возможность в течение пяти недель вот заниматься. Погружаться. Погружаться в это. То, чего мне не хватило, это, собственно, еврейство, собственно, иудаики. Понятно. Всё, что там была иудаика, да, это шабаты, да, это, значит, какие-то еврейские религиозные мероприятия. То есть это на уровне, скорее, ритуалов и обычаев. Да, но это не академическая иудаика, это не симметология, это не еврейское искусство, хотя это преподают действительно виднейшие еврейские артисты, учёные-журналисты и так далее. То есть, да, я с вами... То есть мой курс был единственным, связанным с еврейским. Вы мне в этом смысле немножечко даже как бы меня поддерживаете, вот в моём подозрении, что здесь еврейство, и даже в театре фольксбина тоже немножко, это всё ещё на каком-то бытовом уровне. Это не на уровне высокой, серьёзной культуры и науки. Оно ею становится только на уровне уже вузовских и, так сказать, на вузовском уровне, в колледже оно становится ею. То есть вот Jewish Studies там, на очень высоком уровне. Да, но они проецируются обратно-назад, в массу, в детскую массу, например. Ну, это немножко как бы разный аспект. Вообще наука вещь не массовая далеко. Ну, тем не менее, можно популяризировать её, можно какие-то интересные вещи говорить, рассказывать, чтобы люди действительно вдохновлялись и потом хотели этим заниматься. Наверное, наверное, да. Но вот именно то, что касается образования для старшеклассников, потому что вот это будущее, вот эти люди молодые, энергичные, которые хотят и готовы впитывать, вот им нужно действительно давать это. Это то, что получают старшеклассники в России и странах СНГ, и многие потом специализируются. Кто-то уезжает в Еврейский университет в Иерусалиме, в Барландский университет, кто-то продолжает эти студии в России и так далее. Это то, что бы хотелось, чтобы было, чтобы иудайка здесь уже была вот на этом предвузовском уровне. Ну что ж, друзья, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я надеюсь, что вы слышите музыку. Это запись вот из этого диска, вот эта обложка очень красивая, которая была издана в Польше. Во Вроцлаве, да, это диск моего ансамбля. Но это ансамбль, Минский ансамбль Дмитрия Слеповича, который, как вы знаете, как вы уже поняли, абсолютно безбонародная звезда. Приходите в театр Польской спины и на концерты Дмитрия запомните это имя и следите за его перемещениями. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.